всем привет сегодня расскажу о небольшом маршруте с удовольствием проехать на мотоцикле за один день накатавшись по карпатам украине я решил посмотреть куда бы можно было бы поблизости еще сгонять интересно ну и естественно смотрю на польшу на одном польском мотоциклетном сайте нашел интересный маршрут называется малая петля бесчатская и я его объединил с красивой дорогой из премыша вниз до санка через небольшой серпантин который покажу позже так выехал со львова утром и поехал в сторону границы с польшей пункт пропуска называется шагини с польской стороны называется медыка по моему это самый старый пункт пропуска там соответствующим образом и выглядит все не так современно как на других но да ладно тем не менее ехать туда около 80 километров и перед границей заехал купил страховку грин карту которая стоит на месяц около 12 евро но минимально можно также купить и на две недели за 8-9 перед границей было просто огроменная очередь я даже реально не сразу понял что это она уже началась это как аккуратненько всех объехал и подъехал прямо к заезду наши пограничники сразу меня пропустили на территорию и один из них такой говорит другому о да вы сякий мотоцик в мене такие самые населитики жевтый это вот прям дословно их их разговоры сам контроль прошел очень быстро паспорт мне отдавали первому поляки тоже махнули и открыли шлагбаум я к ним первым заехал спросили куда еду рассказал им маршрут мы минут пять просто общались про поездки мотоциклы и прочие интересности мне очень нравится кататься по польше я практически везде там был на машине а поляки так любят когда им рассказывать что-то хорошее про их страну понятно как и любому другому человеку приятно в общем итоге граница заняла не больше 20 минут на все про все на въезде в украину с той стороны очередь была не меньше вот ее я в отличие от той первой я ее снял тут можно оценить масштабы сколько какое количество машин дальше по пути мне нужно было заехать в промышель в торговый центр но как всегда я забыл что это была так называемая неделя нехандлева то есть такое воскресенье в которые закрыты все магазины в польше есть такая тема что каждый месяц только одно воскресенье работают магазины все остальные три воскресенья в месяц они не работают типа люди должны не завязать в торговых центрах а гулять себе там на каких-то активных более мероприятиях проводить время ну с одной стороны да это хорошо разве что то съел бургер в кэфси этот пластмассовый ну и да ладно и поехал дальше дальше из перемышля я проехал в сторону юго-запада через красичин там кстати есть какой-то популярный замок много машин запарковано много людей но я несколько раз там проезжал но ни разу туда не заезжал не останавливался надо будет себе отметить здесь начинается такая местность лесистая очень свежий воздух местами даже прохладно знаете когда едешь так бывает по равнине жарко заезжаешь в лес когда полностью с двух сторон у тебя деревья и пробирает свежестью по дороге все время ехал за дождем все время был мокрый асфальт по видимо он только заканчивался я буквально за ним ехал по крайней мере в дождь я сам не попадал пока еду и слева вижу такую небольшую смотровую площадку решила развернуться развернулся подъехал и хотел поближе подъехать и реально чуть не навернулся когда у меня моментально заблокировалось переднее колесо на мокрой траве ну сам виноват это конечно было бы феерично если бы я там упал даже при людях которые там были ну на видео тут даже незаметно но я так еле удержал было бы глупо конечно ну все нормально там немножко посмотрел пофотографировал подышал воздухом и двинулся дальше в сторону санка на участке этой дороги ближе до санка есть небольшой серпантин я уже ездил тут пару раз на мотоцикле и на машине тоже на каждый раз вот кайфово каждый раз интересно дорожка очень приятная такая ехать там замечательно выключаю музыку гарнитуре чтобы не отвлекаться и быть максимально в процессе к тому же еще немножко доставлял мне мокрый асфальт и поэтому я ехал так лайтово спустился по серпантину сделал небольшой крюк в сторону санка самого города и кстати в санке есть очень прикольное место называется музей народной архитектуры так называемый скансен покажу пару кадров оттуда хотя в этот раз я туда не заезжал но там очень очень даже классная такая локация можно погулять посмотреть тихо спокойно опять же в лесистой этой местности прикольно можно туда заехать реальные советую как спустился кстати с перевала по серпантину то вышло солнце ехать стало вот еще веселее всегда все-таки ты реагируешь да на солнечную погоду становится как-то более свеженько более ясно и весело я когда планирую какую-то поездку на мотоцикле то использую такое специальное приложение с картой с облаками и дождем где можно визуально прям увидеть куда убегать от дождя до куда он движется и реально это работает после санка вернулся в леску где местами были в самом городе тянучки из машин там основная трасса проходит через него ясно что выходной все куда-то едут кататься тем более это зона такая туристическая развитая глядя там на местных байкеров я все-таки объехал пробки и потом ушел направо в сторону своего основного машина дважды пересекал реку сам по мостам и в одном месте так как-то немножко засмотрелся и завтыкал чего-то все вдруг на мосту резко остановились но оказывается там скорая ехала и не остановились порог пропускали и и вот здесь после этого моста я уже не был никогда и узнаете за такое особенное чувство когда ты реально куда-то поворачиваешь первый раз едешь на по какой-то дороге где-то еще никогда не было и такое особенное чувство я вот об этом рассказывал в своем видео про албанию когда мы ездили на машине особенное такое ощущение вот реально был где-то там везде и только поворачиваешь в новую страну заезжаешь да там где кажется все по-другому и вот реально новая трасса и ты думаешь блин вот вот классно это ради то ради чего в принципе ты куда-то ездишь даже если это недалеко от дома это очень классное ощущение и вот в этот момент погода прекрасная замечательные едешь и думаешь как же вот просто круто ехать именно этот сам процесс чувствовать любоваться красотой дышать воздухом ну это непередаваемо кто знает тот понимает эту тему в этой местности очень много всяких отельчиков кафешек и всяких прочих туристических штук в польше вообще популярна так называемая агротуристика то есть когда всякие активности на природе сплавы по рекам треккинги по лесам там ловля рыбы и прочее очень часто видишь прям какие-то такие указатели на такие темы по заправке у меня бак всего на 10 литров ну расход при такой езде реально три три с половиной литра на 100 км это вот реально тебя радует каждый раз когда ты на мотоцикле с объемом 400 кубиков на заправке заправляешься там на 4 евро думаешь оп кофе с булкой будет дороже стоить я посмотрел на по всему маршруту было буквально пару заправок ну заехал на первую а нам оказалось что только дизель думаю странно окей хотя очень много машин в польше на дизеле но не может быть так чтобы не было бензина правильно окей думаю в принципе даже если вообще не заправлюсь то мне должно хватить до первого крупного города который называется пустошки дольная это уже когда на выезде с этой петли так называемые печатки а правда уже думаю так на парах наверно доеду хотя сам думаю если вдруг даже обсохну ну значит приключений будет больше от того еще интереснее не как бы мы же не в африке все таки наверно как это цивилизованная часть я думаю разрулил бы но надо вовремя просто согнать эти мысли отогнать и ехать себе спокойно и не переживать потом все таки я нашел заправку с бензином так что это не проблема правда была она выглядела так как одна колоночка небольшая большая очередь машин и касса там два на два метра ну да ладно там подождал посмотрел да и заправился и поехал а дальше дорога идет недалеко от словацкой границы через населенные пункты чисна с мэрек ветлина я может быть неправильно некоторое название говорю но тем не менее тут я заехал в ресторанчик при отеле хорошо себе пообедал тоже много мотоциклистов кухня довольно стандартная для таких заведений польская национальная я заказал себе журек такой суп с яйцом который мне очень нравится и салат огромное количество пеших туристов я подумал нужно будет как-то приехать наверно с семьей на машине и организовать себе какие-нибудь походы здесь то есть очень интересно увидел впереди какую-то большую парковку думал поставить мотоцикл немного прогуляться осмотреться всем добрый а или там куча дыха 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 прошу 10 злотых карту а только готовку снимом сутовок погулять у нас есть банкомат это не москенту ну добра деньги оказалось что за парковку и платить карты нельзя только наличными а у меня злоток с собой не было и этот вот человек который на входе посоветовал мне вернуться назад там на 20 километров в банкомат ну спасибо уже ладно не буду до свидания зато буквально через пол километра дальше я остановился в супер месте подышать сделать пару фоток где видно такой красивый изгиб дороги внизу многие люди тут останавливаются вижу там машина припарковалась там какие-то мотоциклисты и так далее можно попросил я одну женщину сфотографировать меня видимо ей процесс этот очень понравился она ушла в голову и в это занятие и говорит а вот так вот еще пана и вот так вот давайте сфоткаю ну люди доброжелательные динкуя бардо здесь находится бещацкий национальный парк это такой небольшой участок на карте который выпирает в сторону украинской границы если посмотреть по карте по границе с другой стороны в украине находится у жесткий перевал я тоже национальный парк где я тоже катался на мотоцикле но в принципе природа одинаковая что очевидно но другой стране всегда как-то все по-другому и просто прикол ездить к каким-то новым местам дальше дорога пошла вверх рядом с украинской границей через деревеньки лютовийска чарна насколько я знаю это название имеют такие же самые вершины гор по там которые там находятся и в итоге эта петля как бы объезжает вокруг большого озера салина с одноименной дамбой мне есть еще на канале одно из самых первых видео поездки туда очень красивая местность на мотоцикле там кататься одно удовольствие можно будет отдельно туда катать там где-нибудь переночевать там тоже так же классно всю дорогу я ехал сухим но уже перед самым выездом на основную трассу не доезжая до устшек дольных того городочка меня накрыл такой мощный хороший дождь прям прям стеной я даже в принципе не останавливался потому что впереди было ясно видно просветление в небе в городе в самом я уже конечно заехал в петронку это такой небольшой супермаркет купить что-нибудь интересного то в принципе тоже на что хватит у меня места в сумку положить дальше двинулся в сторону границы она буквально в нескольких километрах от устшек дольных пункт называется смельница с польской стороны по-моему кроссченко небольшой пунктом практически никогда не бывает очередей прошел буквально за пять минут и двинулся уже в сторону старого самбара там есть небольшой участок залатанной такой дороги но без я нормальная в основном асфальт новый идеальное покрытие и уже от самбара до любого дорога просто прекрасно в итоге я проехал 500 километров за день не спеша с удовольствием с утра до вечера вернулся практически до темноты вот только потемнело и вот так на один день без ночевки это замечательный вариант как там нужно в конце говорить подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях и до скорого